Здравствуйте дорогие друзья, с вами Летчик Ас и это видео создано специально для сайта peekaboo.ru Сегодня мы с вами создадим оконное приложение с помощью Microsoft Visual C Sharp 2010 года выпуска. Давайте приступим. Саму программу Microsoft Visual C Sharp 2010 года вы можете скачать на сайте разработчика. Специально для лиги Лени мы отставим ссылку в комментариях. Ну что ж, давайте начнем. Для того, чтобы создать нашу первую программу, давайте выберем вкладку файл, создать проект, приложение Windows Form. Окей. Подождем несколько секунд и вот появился конструктор нашего приложения. Здесь есть рабочая область, вкладочка свойства, панель инструментов, источники данных, дополнительная панель. Собственно говоря, она практически стандартная. Но нам в нашем видеоуроке понадобится только панель элементов и свойства. Давайте выберем нашу форму и зайдем во вкладочку свойства. Здесь расписаны все свойства нашей формы. Имя формы не стоит путать с текстом, который выводится наверху. Имя это адрес, который помогает нам обращаться к этой форме. Об этом мы поговорим чуть позднее. Чтобы изменить сообщение, которое выводится в название нашего окна, мы применяем строку текст. Скажем, на... ...как... ...точка...ру. Я думаю, это название всех узлов. Теперь смотрим на конструктор. Мы можем перемещать и как-то деформировать наше окно. При этом мы не можем перемещать его по рабочей области, что иногда вызывает некоторое неудобство лично у меня. Давайте оставим примерно вот такого размера наше окно. Перейдем в свойства. Размер у нас 328 на 130. Мы можем задать управление нашим приложением так, чтобы пользователь мог менять размер от нуля до максимального разрешения его экрана. Но так как приложение маленькое, предлагаю минимальный и максимальный размер сделать равным данному. Тогда наше приложение нельзя будет как-либо расширять или сужать. Это выглядит эстетичнее и наверняка удобнее. Делаем максимальный и минимальный размер равными исходами. Так как приложение у нас маленькое и не меняется в нем размер, мы можем убрать кнопки свернуть и развернуть. Для этого во вкладках Maximize Box ставим False. Также, заметьте, что Maximize Box и эта клавиша, то есть клавиша развернуть, стала чуть-чуть прозрачной. В Minimize Box мы ставим False и обе клавиши исчезают. Ну что ж, давайте запустим нашу программу. Она появляется у нас чуть-чуть выше, чем наша основная программа. Но мы сделаем так, чтобы она появлялась по центру экрана. Давайте проведем. Для этого нужно выделить саму рабочую область, нерабочую область, саму область программы. И найти строку Start Position. В раскрывающемся списке выбрать Center Screen. И все. Наша программа запускается ровно по центру экрана. Давайте перейдем к элементам управления. Для этого у нас существует панель элементов. В панели элементов есть различные вкладки. Рекомендую держать их все закрытыми. Это очень удобно, если вы будете продолжать смотреть мои курсы. Вы не раз в этом убедитесь. Откройте вкладку Стандартные элементы управления. И выберите клавишу пункта. Кнопка. Чтобы перенести кнопку в конструктор, достаточно либо два раза щелкнуть. В данном элементе. Либо перетащить его мышкой. Также можно щелкнуть один раз. И выделить область, которую мы будем отводить под кнопку. Чтобы наши кнопки имели одиноковый размер. Сделаем простую операцию. Ctrl-C, Ctrl-V. И наши кнопки имеют одинаковый размер. Также прошу обратить внимание на линии, которые соединяют наши кнопки с краями нашей программы. Это очень удобно для измерения расстояния. И программа в этом случае будет выглядеть лаконично и четко. Давайте добавим элемент лейбл. Это надпись. Мы сможем написать какое-то сообщение. Вот здесь. Давайте переименуем лейбл в понятный для нас текст. В тексте мы спросим пользователя, нравится ли ему наша программа. И зададим вопрос. Заметьте, у нас сообщение изменилось. Перетащим его на центр. И полюбуемся результатом. Давайте нажмем F5. Вот у нас появилась программа. Мы можем щелкать по кнопкам и перемещать ее. Также у нас присутствуют надписи и названия. Но кнопки пока не знают, что конкретно они могут делать. По сути, это просто оболочка. Без какого-либо программного кода. Давайте закроем. Перейдем в свойства клавиши Bouton1. Для этого выделим клавишу Bouton1. И перейдем в свойства. Какая неожиданность. В тексте напишем нет. Это будет отрицательный вариант. Нравится ли вам наша программа? Пользователь может выбрать нет или да. Также сделаем для второй клавиши. Только теперь напишем да. Собственно говоря, визуальная оболочка нашей программы полностью готова. Нам нужно будет перейти к программному коду. Давайте сделаем это. Чтобы перейти к программному коду, нам нужно добавить все компоненты, присутствующие в нашем окне, в программный код. Делается это дабл-кликом по любому из элементов. Нужно сделать дабл-клик по всем элементам. При дабл-клике мы видим, что появляется код нашей программы. Form1.cs звездочка. Вот код самого лейбла. Это текст, который мы с вами только что добавили. Давайте проведем операцию для booting1 и booting2. Смотрите. Теперь к коду добавилось несколько значений. Booting1.cs click. Booting2.cs click. По названию наших кнопок. Обратите внимание. Name booting1. Name booting2. Эти элементы кода говорят о следующем. При нажатии на booting1 будет выполняться операция, которая написана в данных кавычках. Здесь при нажатии booting2 будет выполняться операция, которая будет написана между вот этими двумя кавычками здесь. При нажатии на текст на лейбл1, который вот он, выполняться ничего не будет, поэтому оставим эти поля пустыми. Перейдем к клавише номер 1. Это отрицательный ответ. При вопросе к пользователю, нравится ли вам наша программа, он может выбрать нет. Тогда мы выведем его сообщение о том, что нам не нравится, что ему наша программа не нравится. Давайте сделаем это. Для этого наберем в строке на английской раскратке Message. В раскрывающемся списке мы выберем Message Box. Нажмем Tab. Далее точка. И в раскрывающемся списке выберем Show. И опять же нажмем Tab. Далее в круглых скобочках мы поставим двойные кавычки. И внутри выведем текст, который будет выводиться при нажатии на клавишу booting1. Это очень плохо. Вот такое сообщение будет получать пользователь при нажатии на клавишу booting1. Не забывайте поставить точку с запятой в конце нашего кода. Далее мы можем просто скопировать данное утверждение в booting2. При этом заменив текст на... Это просто замечательное. С восклицательным знаком. При нажатии на клавишу booting2 будет появляться сообщение. Это просто замечательно. Также при нажатии на клавишу booting1 будет появляться сообщение. Это очень плохо. Давайте сохраним наш проект. Имя нашего проекта, как вы уже догадались. В обзоре мы указываем место сохранения. Ну пусть будет это рабочий стол. Создать каталог для решения. Галочку лучше оставить. Нажимаем сохранить. Переходим в форму с один конструктор и нажимаем F5. Перед нами появляется наша программа. При нажатии на нет выводится сообщение. Это очень плохо. При нажатии на да это просто замечательно. Закроем ее и снова нажмем сохранить. Это не обязательно, но лучше нажать два раза. Потому что лично я очень часто забываю сохранить программу и выхожу без сохранения. Что ж, давайте оценим результат. Закроем программу Microsoft. И найдем папку, которая сохранилась вам на рабочий стол. Вот она. Откроем ее. Тут присутствует основная папка Pickup. Пикабу и файл Пикабу, который позволяет нам вернуться к конструктору нашего приложения. В подпапке bin.debug мы можем видеть наше приложение. Выберем приложение Пикабу. И скопируем его на рабочий стол. Теперь это отдельное приложение, которое может работать без дополнительных папок. То есть эту папку можно смело удалить. Откроем наши экраны. Вот она наша программа. При нажатии на нет выскакивает сообщение это очень плохо. При нажатии на да это просто замечательно. Закроем наше приложение. Откроем еще раз. Все. Программа работает без каких-либо нареканий. На этом все. Ролик был создан специально для pickabu.ru. Если кому-то будет интересно продолжение данных видео уроков, я с удовольствием буду продолжать эти видео уроки делать. Программу Microsoft Visual C Sharp вы можете скачать на официальном сайте разработчика. Естественно, для Лиги Лени в комментариях останется ссылка на скачивание этой программы. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.